Всех приветствую дорогие друзья у себя на канале, с вами Валерий Хаус и наконец-то вышла вторая часть психологического триллера ужастика от создателя Resident Evil The Evil Within, наконец-то мы ее дождались, вот можно сказать первый запуск, ну можно так сказать даже второй запуск этой игры, так как я настраивал ее, выставлял настройки графики, просто запустил начало, посмотрел и выключил, вот, ну что, садитесь в кресло, наливайте себе чай, а впечатлительных я попрошу, если вы впечатлительные, можете выключить это видео и включить какую-нибудь милоту, будет происходить ужасы, так у меня был сделан предзаказ, было написано, при первом запуске было написано, что на второй главе нам какие-то ништяки добавятся, ну что, уже не терпится, давайте Итак, уровень сложности, будем играть на кошмаре, для полной атмосферы, для тех, кто любит вызовы и опытных игроков в хоррор-игры на выживание, ресурсы ограничены, враги бьют намного сильнее, для выживания требуется тщательное планирование и страгический подход, рекомендовано для игроков, которых устраивал уровень сложности в предыдущей игре, да, предыдущую игру мы прошли всю на... ну, тоже, по-моему, кошмар, я не помню, но после прохождения открылась еще дополнительная сложность, потом как-нибудь я и запишу, но сейчас речь идет не об этом, давайте начнем, мне уже не терпится подкладывать кирпичей, Пожар в доме погибли ребенок и няня Глава первая в полыме Нет, этого не может быть Хочу заметить, что игра полностью дублированная, так что читать субситры не придется Движок проработан намного... Господи, Лили Намного лучше Так, и открыть Лили, это я, где ты? Господи, она наверху Так, она наверху Говорит нам Себастьян Что произошло? Папа Я иду, Лили Держись Я тут, Лили, я тут Чует мое сердце в этой во второй части будет еще больше жести Черт, где же она? Папа, ну где же? Так, не дают нам осмотреть комнату Ладно Давайте Пойдем Лили Выходи Лили Где ты? Я пришел Папа здесь Нет, папа, ты не пришел Нет, папа Лили Нет Нет Синя Не спас Нет 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 Шесть Нет Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись? Три года. Я тебя разыскиваю уже три года. Ну, а где ищешь-то? На дне бутылки? Так, что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне. О Мёбиусе. Вот почему я пришла. Откуда у тебя это? Твоя Лилия жива. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерти подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лилия жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь её спасти. В каком смысле? Что вы с ней сделали? Убери от меня руки. Я надеялась, что ты пойдёшь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам. Ты нужен, Лилия. Себастьян? Ты проснулся? Хорошо. Да. Отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лилии? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. Причем здесь вообще моя дочь? Только представьте. Миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум. Чистый и невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Вы подключили Лилии к этой машине? Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей, новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить. И отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастеланус. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти ее. Или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь. Но у тебя с ними общая цель. Ничего. Я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. И я буду снаружи на связи. А кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Вход в стэм через три. Два. Один. Два. Два. Два! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Неужели? Где я? Собственно попали Попали в STEM Я знаю, что с этим трудно смириться, Вера. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет, я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машина, 1199. Срочный код 3. Больница ОСБ. Воспоминания из первой части, что ли? ОСБ. 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 Какого... Себастьян? Ты слышишь меня? Кидман? Что здесь... Не важно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего. Это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется Кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний. Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Продолжение следует... Ты можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача. Найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Так, данные. Посмотрим данные. Давайте посмотрим. Глава вторая, что-то пошло не так. Лили, твоя группа. Теперь я. Мы все застряли в Стэм. И я не понимаю, почему нельзя всех просто вытащить из капсул и разбудить. К сожалению, так не получится. Без ядра мы не можем работать с системой. Если попытаться вырвать людей из Стэм, они умрут. А их сознания навсегда останутся в системе. Чудесно. В Мебиусе умеют все тщательно продумать. Твой сарказм не поможет решить наши проблемы. Тебе нужно найти Лили. В противном случае она, ты и все остальные погибнут. Ищите членов поисковой группы Мебиуса, чтобы узнать, где найти Лили. Да. Кидман нас обнадежила. Бейкер. Командир группы. Этого парня желательно найти первым. Уильям Бейкер. Возраст 39. Мужской пол. 185 сантиметров. Рост 87 килограммов. Основная роль командир группы. Дополнительные навыки. Боевые взаимодействия. Тактическое планирование. Так. Понятно. Давайте следующего. Харрисон. Боевые взаимодействия. Надеюсь, он может за себя постоять. Майлз Харрисон. 37 лет. Мужской. 178 сантиметров. 80 килограммов. Аппаратная поддержка. Основная роль. И дополнительные навыки. Ремонт тяжелого оборудования. Боевые взаимодействия. Хоффман. Психология и наблюдения? Наверняка себя на уме. Юйкика Хоффман. 32 года. Женский. 163 сантиметра. 50 килограмм. Психоанализ. Основная роль. Медицинская помощь. Наблюдение. Дополнительные навыки. Сайкс. Техник. Но хоть стрелковым оружием владеет. Джулиан Сайкс. 30 лет. Мужской. 173 сантиметра. Рост. 73 килограмма. Программист. Тем. Основная роль. Коммуникации. Владение легким стрелковым оружием. Дополнительные навыки. Лайм О'Нил. 31 год. Мужской. 179 сантиметров. 75 килограмм. Техническая поддержка. Основная роль. Дополнительные навыки. Изготовление оборудования. Логистика. Так. Свидетелей, так сказать. Как ты учил меня в полиции? Ты никогда не была настоящим детективом. Ты тоже уже не детектив. Но придется взяться за расследование, ладно? Кошка. Не помню, чтобы у меня была кошка. Так, понимаю, стол Кидман. Такие глаза красные окошки. Для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Слайд. Реликвия прежних времен. Да, мобильных телефонов. Такие встречаются разве что на старых чердаках и антресолях. Просматривать их можно на проекторе в кабинете Себастьяна. Один из одиннадцати у нас собрано. Давайте посмотрим. Кидман, ты меня слышишь? Как всегда. Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать. Но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Так, все. Остальные у нас еще не собраны. Ух ты. Кошечка нам что-то принесла. Зеленый гель. Это жижа мерзкая и обычно обнаруживается на трупах врагов. Зато она поможет усилить вашу способность. Спасибо, киса. Точняк. Спасибо. Так, использовать проектор. Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Терминалы. Терминалы позволяют сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах и кабинете Себастьяна. Отлично. Короче, здесь мы сохраниться можем. Понятно. Давайте-ка. Значит, снова туда. В Зазеркалье. В Зазеркалье. Ну вот. Что там такое, Лилия? У куклы голова оторвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. Ну-ка. Ну-ка. Себастьян. Что с тобой? Все в порядке? У меня прекрасная семья. Чудесная жена. Умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Обними меня, Мера. Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. А ты не заболеваешь у меня? А? Я вообще по адресу. Отлично. Куда-то переместились. Непонятно куда. Итак, кстати, глава. Вторая была. Написано. При загрузке. Название ее. Что-то пошло не так. Что за... Вот-вот. Что это? Да, игровой движок намного доработан. Вполне вообще такая картинка суперская. Номер 102. Вот и номер 102. Так, в использовании фонаря. Так, я понимаю, в эти двери нельзя, да? Что за черт? Это же... Он же из поисковой группы. Бейкер. Вот, похоже, и нашли одного члена команды. Жесть, конечно. О-о-о-о. Причем голову так нехило ему разорвало дырочка такая. Так, понятно. Давайте посмотрим, что здесь. Музыка прекратилась. Садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом. Фотография Уильяма Бейкера. Бейкер, командир поисковой группы. Он застыл во времени, когда я его нашел. Наверное, его снимали... Снимала камера, которая стояла рядом. Но как такое возможно? Можно перевернуть. Понятно. Приблизить. Только подробности. Понятно. Чемоданчики какие-то. Что-то лежит. кто-то хотел перекрыть выход наружу или внутрь. Так. Давайте-ка у нас там еще место, да, было? куда можно сходить, посмотреть. А, ну, в принципе, все равно мы сюда вышли. Задисток. Поехали. Подписывайтесь. Прехали. Игра. А, ну, газ, ты так же. Это не так же. Игра. Это не так же? Это не так же. Нажимайте. Игра. 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 А, ну. заперта кстати заметили да выносливость не так быстро кончается как в первой части давайте ответим на звонок алла чёрт кто это был что-то протекает крыша что дверца открыта а тогда не пройти да понятно что давайте зайдем наверх я так понимаю здесь все закрыто можно подняться еще выше чёрт так что здесь творится это мне уже не нравится необычное письмо претендент св поздравляю вас искатель правды спасибо что пришел наш прошел на прошли наш тест на уровень духовности мы с радостью приглашаем вас на следующий уровень знания обратитесь в ближайшие мю центр предъявите это письмо и перейдите с уровня кандидата на уровень мю зел зелота или зелота это письмо гарантирует вам исключительное место на следующей церемонии ощущения очищения на обороте конверта от руки ложь сплошная ложь а это оно которое оно оно в Что-то как-то слишком тихо здесь. Воу. А это ещё кто? Чёрт. Укрытие, пробел удерживать, укрыться, когда показывает значок. Значок укрытия, рисунок 1, отображается, когда вы оказываетесь напротив подходящего места. Перемещение в укрытие. Движение, двигаться в укрытие, повернуть за угол. Когда вы окажетесь рядом с углом в укрытие, появится значок стрелки. Переместитесь в это направление с помощью стрелок, чтобы повернуть за угол, не покидая укрытие. Ай-яй-яй. Ух ты. 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 ЧТО В ТАКОЕ ПРОИСХОДИТО? Ну вот ты кровища. Что за звуки то? Закрыто. Фото другой жертвы. Фотография еще одной жертвы это униформа Мебиуса, хорошее освещение, фокусировка, а в голову ему похоже выстрелили из пистолета. Закрыто. 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 Ух ты Здесь нам не пройти Снова наверх Голову в оторвалах Манекену наверно Что это за стрелка сейчас была Так наверх или сюда? Давайте сюда Не понял Картина что меняется что-то? Уточняк Это что за жесть? Боже Какая-то фантазия Зашкаливает Понятно Нам в лифт А здесь кровь Продолжение следует...